Всем привет! С вами Катя. У нас был обучающий ролик о том, как писать короткую шерсть у котейки. А сегодня на примере собачки я расскажу вам, как писать короткую черную шерсть так, чтобы она не смотрелась грязной и блеклой. И вообще о том, как поменьше использовать черный в акварели. Почему художники отказываются его применять в живописи. Итак, поехали! Многие художники считают, что готовый черный цвет в акварели слишком мертвый и нейтральный. Помимо тонального контраста, который ценится в графике, для живописи очень важен танец теплого и холодного. Это добавляет живости и помогает передать настроение в картине. Я вам дам пару рецептов смесей, теплую и холодную, которые помогут вам дополнить палитру черных или даже заменить надоевший марс черной вашей палитре. При использовании прозрачных желтых можно смешать чрезвычайно насыщенные темные тона. Их можно согреть, добавив больше золотых или малиновых, или охладить, добавив больше ультрамарина. А тщательно сбалансированная смесь оттенков при необходимости даст вам нейтральный темный цвет. Очень важно, чтобы смешать действительно насыщенные темные тона в акварели, нужно использовать много пигмента и очень мало воды. Возьмите побольше краски, лучше всего для этой цели подойдет акварель в тюбиках. Теплый темный цвет будет казаться тесным и плотным. Прохладный темный цвет создает ощущение прозрачности и кажется отдаляющимся. Регулируя цветовую температуру черного, мы можем управлять ощущением глубины в нашей работе. А теперь о нейтральном черном и его использовании в смеси. Когда я училась в художественной школе, мой педагог просто вытащила у меня две кюветы, черную и белую, и сказала в приказном порядке, ты будешь учиться обходиться без них. В институте же была полная свобода, и я перепробовала все. И скажу вам честно, не пожалела о такой свободе. Буду каяться, я использую нейтральный черный в смесях. Не чистый, но в смесях для того, чтобы приглушить их. Иногда это требуется в работе. Сейчас на примере нового песина портрета я вам это покажу. Итак, это заказ. Я, конечно, не намекаю, но вы всегда можете обеспечить меня работой, а я и процесс выложу. Кроме того, меня очень мотивирует любая ваша поддержка. Пожалуйста, поставьте этому видео лайк. Это бесплатно и занимает долю секунды вашего времени, но безумно помогает каналу. Не забывайте также подписаться на канал. Тут будет еще много интересных историй и артов. Немножко о самой Сабане. Это Рика, порода шипперки. По-другому эта порода называется бельгийская овчарка. Рикки живет в Екатеринбурге со своим сыном Масей. Чрезвычайно предана своим хозяевам и умеет делать зайку. Так она попрошайкает вкусняхи. Принцип, по которому я буду писать Сабаню, прост. Я буду писать ее в реалистичном стиле, поэтому сразу вспоминаем про свет, полутон, тень и рефлекс. Мы вспоминаем еще и о том, что белая бумага в акварели поможет создать ощущение свечения. Так как акварель любит воду, я не устану это повторять, мы промачиваем бумагу. Потом делаем легкую подложку, поверх которой дальше я буду класть следующие слои, подводя работу к финалу. Очень важно, чтобы ваша бумага для акварели не помялась, пока вы будете выливать на нее килотонны воды. Поэтому лучше всего натянуть ее на планшет. Я за свою акварельную жизнь перепробовала разные тейпы. И малярные клейки и ленты. Все они просто бессильны по сравнению с натягиванием на планшет. Но об этом я, пожалуй, расскажу как-нибудь в другой раз. После того, как залила подложку, я даю ей высохнуть. Белых мест, за исключением предварительно закрытых маскирующей жидкостью, не должно остаться. После лихой первой заливки я подсушиваю бумагу, чтобы начать прорабатывать детали. Мне очень нравится вести работу от куска. Я люблю, если это портрет, вгрызться в глаз, как бы двусмысленно это ни звучало, или в нос, проработать их. А после уже продолжать работу над шерстью и разными пушистостями. Обратите внимание, что у животных, если на глаз попадает свет, глаза светятся синеватым внутри зрачков. Поэтому в зрачки я вообще не добавляю черную, а пишу их с помощью цвета индиго и ультрамарина, чтобы они не выглядели пустыми дырками. Белые блики в глазу помогают сохранить маскирующую жидкость. Нос пишу, добавив смесь холодного черного, индиго и серую пейну, нейтральной черной. Блики на носу также бережет маскирующая жидкость. Бац-бац и переходим к шерсти. Чтобы у меня не получился голубой щенок из старого мультика, мне нужно приглушить индиго. И в этот раз я вообще не беру смесь холодного черного, он гораздо ярче, чем тот цвет, что нужен мне. Я использую индиго и серую пейну. Но не смешиваю их на палитре, чтобы не получить грязь, а просто вливаю по капле вымоченную снова в нужных местах бумагу. А еще, конечно, не забываю про то, что собаня пушистая, и надо сделать торчащие волоски. Под эту задачу бумагу вымачивать не рекомендуется, так как просто все растечется. И вот самое темное место – это манишка. Манишку вымачиваю, заливаю индиго с холодным черным, и для контраста делаю пару ударов холодного черного в самые яркие места – глаза и нос. Теперь пришло время усов. Какой тонкой кисточкой их не прокрывая маскирующей жидкостью, все равно получатся макарошки. Чтобы их смягчить и не оставлять белыми, сначала нужно как следует стереть пленочку от маскирующей жидкости и вымочить бумагу под усы. И легко-легко, кое-где я оставляю бумагу дышать, прозрачно заливаю индиго. Вуаля, собаня готова. Всем до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok